Всех приветствуем! Fogamer Update врывается, распахивает полы плаща и начинает размахивать перед вашим носом главными событиями, приключившимися с игровой индустрией за прошедшую неделю. Навострите уши, вперьте глаза, прихлебните кофе и погнали! Для начала немного о сборке компьютера вашей мечты. Если у вас нет денег на покупку топовой видюхи, проца и 64 гигабайт оперативы, то возможно у вас найдется хотя бы 400 рублей, чтобы чуть-чуть посублимировать. Как это уже сделали более 100 тысяч игроков по всему миру. Внезапно PC Building Simulator, созданный почти что в шутку, The Regular Corporation оказался мега популярен. Если что, это, как следует из названия, симулятор сборки системного блока. Выбираете корпус, втыкаете мать, наживляете провода, вонзаете проц. Собственно, что мы вам объясняем, вы и так все прекрасно знаете. Ведь знаете? И да, 100 тысяч проданных в стиме копий игры для какого-то там нишевого симулятора это очень много. Шутки шутками, но PC Building Simulator действительно очень крутая штука. Комплектующие здесь вполне соответствуют настоящим моделям железа. А если вы вообще ничего не понимаете в компьютерных кишках, то играя сможете реально научиться собирать компы. Мы протестировали, и это прям здорово. Blizzard продолжает сражаться с читерами. В прошлом году корейский филиал компании навел полицию Сеула на 13 киберпреступников, которые создавали хакерские программы для Авервотч. И вот свежие новости. Двум из тех самых хакеров вынесли приговор. Одного суд оштрафовал на 10 тысяч долларов. Второму повезло чуть меньше. Два года. Но условно. Так что физически взламывать беднягу хакера в тюремных застенках никто не будет. Но Рокон, думаем, запомнит на всю жизнь. И если что, остальные 11 взломщиков все еще под следствием. Может статься, что кто-то из них получит вполне реальные сроки. Потому что в Корее теоретически за киберпреступление можно присесть на 5 лет. А можно и не присесть. Брэндон Гринс и товарищи из команды PUBG не отстают от Близзов. На неделе разработчики заявили, что китайские органы правопорядка арестовали аж 15 злобных читер-криэйторов. Ребятки не слабо так наваривались на продаже читов, но кажется не в коня корм. Потому что по итогам их оштрафовали аж на 5 миллионов долларов. Плюс в отношении еще нескольких хакеров активно ведутся доследственные мероприятия. Напомним, что в начале года PUBG Corp уже помогала полиции задержать целых 120 человек, замешанных в создании вредоносного для пубк программного обеспечения. Сам Гринс активно заявляет, что число читеров сильно снизилось и что девелоперы трудятся над новой защитой. К сожалению, в целом в игре читерство до сих пор процветает. И, мягко говоря, является серьезной проблемой. Надеемся, вы получаете удовольствие от игр естественным путем. Rockstar опубликовали третий трейлер Red Dead Redemption 2. В нем показали будни Артура Моргана и других подручных грабителя поездов Дача Вандерлинда. В ролике был замечен молодой Джон Марстон, главный герой первой РДР. Напомним, что события РДР 2 развиваются аж за десяток лет до событий оригинальной РДР. Собственно, вся новость. И напомним, что после всех переносов релиз игры запланирован на 26 октября. На PS4 и Xbox One. Немного безумия от Ubisoft. Помните историю про PETA, Организацию по защите животных, и про то, как они пытаются запретить продажи Far Cry 5 в Германии, потому что, мол, в игре можно убивать животных просто так. Воооот. Ситуации, конечно, никак не связаны, но разработчики добавили в Far Cry лопатомет. И теперь агрессивных индюков, и не только их, можно расстреливать с помощью, правильно, лопат. Какова глубокая мораль и сакральный смысл? Да никаких. Сказали же, немного безумия. И ничего больше. Команда Steam Controller приветствует вас. Мы рады объявить, что в последней бета-версии клиента Steam добавлена поддержка контроллера Nintendo Switch Pro. Мы считаем его отличным устройством, функционал которого прекрасно подходит играм Steam. Хрестовины идеальны для файтингов и платформеров, а гироскоп позволяет улучшить прицеливание в экшенах и шутерах от первого лица. Это была цитата из официального обращения. Ну вы поняли, теперь прошлый Switch Controller можно присобачить к Steam, не на соплях и палках, а вполне легально. Насчет удобства для файтингов, Велмовцы, конечно, подзагнули. По нашим ощущениям, DualShock поудобней. Но все равно, если у вас уже есть контроллер, то почему бы не подключить к ПК-арне и не использовать в играх, где это уместно. Survival Horror The Forest после многих лет раннедоступного стазиса вынырнул в релиз Steam. 435 рублей, все удовольствие. А еще 22 мая появится VR-версия, бесплатная для всех владельцев оригинальной игры. Почему рассказываем? Да потому что игра очень даже неплохая, но сложная. Помните, мы рассказывали вам о том, что Steam Spy закончил свою работу из-за новых правил конфиденциальности Steam'а? Так вот, Сергей Галенкин, автор сервиса, заявил, что появился шанс на воскрешение. Новая математическая модель уже пишется, и вероятно, Steam Spy сможет оценивать продажи игр без доступа к профилям игроков. К слову, новая мат-модель уже довольно точно рассчитала продажи Frostpunk. Ошиблась буквально на пару тысяч. Кстати, о Frostpunkе. Авторы сообщили, что за первые 66 часов после релиза игра продалась тиражом аж в 250 тысяч копий. Страшно подумать, сколько продано на данный момент. Ждем нового отчета. Если что, то для стратегии с элементами выживания это просто очень годный показатель. Прямо как в случае с PC Building Simulator. Хега Шмеховский, Gendier 11 Bit Studios на эту тему высказался следующим образом. Да, у нас были планы на будущие дополнения, и теперь мы на 100% уверены, что выпустим их. А также множество бесплатных обновлений. Fortnite порабощает мир. Аналитическая исследовательская компания SuperData сообщила в ретроспективе, что за март разработчики заработали 223 миллиона долларов на всех платформах. И обогнали PUBG по числу активных пользователей и по доходам. Плюс Fortnite стал самой популярной бесплатной игрой на консолях за всю историю. Такие дела, такая малина. Кори Барлак, ведущий геймдизайнер и главный вдохновитель серии God of War, дал крайне интересное интервью порталу Котаку. Выяснилось, что у Санта-Моника грандиознейшие планы по вкачиванию Кратоса и Атре. Барлак заявил, что он продумал сюжетную линию еще аж на 5 частей игры. И он просто очень надеется, что работы будут идти быстро, а не по 5 лет на игру, как это было с текущей God of War. Кори предположил, что на разработку каждой следующей части будет теперь уходить от силы года 2, потому что все обкатано, продумано, боевая система отшлифована, шишки набиты, награбли наступлены, и в целом ничто не должно помешать работать быстрее. В общем, ждем новых анонсов. В завершении выпуска немного щедрости от Electronic Arts. Видимо, они там на своей звезде смерти активно готовятся анонсировать свежую батлу. И под это дело совершенно бесплатно, то есть даром раздают дополнение Vishilnod Pest для Battlefield 1 и Dragon Steak для Battlefield 4. Набегайте, разбирайте, халява продлится недолго. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось, оставляйте комментарии, играйте только в годные игры, и до встречи! Пока-пока!